Генеральный партнер проекта Позитив, мультисервисный портал в хабаре.ру Генеральный партнер проекта, магазин спортивных товаров Дресс-спорт Улица Ким Ючена, 44, телефон 656-285 Ты за здоровый образ жизни? Тогда будь с нами! Смотри программу Марины Ли. Позитив Далеко, далеко, широко, широко О маленькой девочке Лизе и ее семье было написано много статей Снято большое количество телерадиосюжетов Не славы ради уж, поверьте Просто Ольга и Олег Гончар хотели донести до каждого из нас Что бросать своего ребенка в трудную минуту нельзя Каким бы страшным ни был его диагноз Поражение ЦНС, недоношенность, заячья губа или детский церебральный паралич Виноград Это сейчас 4-летняя Лизочка может улыбаться, приседать и даже кататься на велосипеде Это сейчас она может пить воду из кружки, а не через зонт И как все дети узнавать по картинкам, где белый медведь, а где тигр Но тогда, в 2005-м, в медицинской карте ребенка появилась страшная аббревиатура ДЦП Это заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение одного или нескольких отделов головного мозга В результате чего нарушаются функции зрения, слуха, речи и психики Малыш с таким диагнозом, как сказала сама Ольга Гончар, просто-напросто завязан в узел Он не может двигаться, есть и даже пить Я не думаю, что Лиза наша бы выжила вообще Либо она жила бы до 4 лет, питаясь через зонт Таких детей много К сожалению, в некоторых семьях малышу с ДЦП изначально отводится позиция так называемого немощного сосуда При таком подходе дети, как правило, с большим трудом приспосабливаются к самостоятельной взрослой жизни Конечно, малыши с нарушениями опорно-двигательного аппарата нуждаются в большой поддержке со стороны взрослых Но нельзя забывать, что безграничная и беспредельная помощь часто приводит к пассивному образу жизни и отсутствию инициативы Поэтому я обращаюсь сейчас ко всем матерям Не нужно пытаться вытащить ребенка из его мира, нам непонятного, в наш мир Идите в мир детей Двигайте их руками, двигайте их ногами Если есть судорожный синдром, не бойтесь Потому что чем больше тактильного возбуждения, тем ребенок больше привыкает Судороги уходят У нас были страшные судороги, ночные судороги Причем без потери сознания ребенок, было ощущение, что он падает в пропасть Но мы не оставляли, мы не запрятали ребенка в дальний угол, в какую-то комнату Мы общаемся с ней в ее мире Поэтому есть отдача, поэтому есть результат Все тренажеры, которые мы применяем, мы раньше вообще не воспринимали Сейчас мы это воспринимаем с удовольствием Вы видели, как мы работаем Ребенок поднимает спинку, ребенок старается выпрямиться Сейчас мы покажем наш велосипед Обычный китайский велосипед Простые роликовые коньки Чуть-чуть фантазии родителей, и вот результат Ребенок может сам передвигать ножками, сидеть в удобном для него корсете и смотреть смешариков И такие велосипедные прогулки могут длиться до двух часов Некоторые мамы и папы считают, что воспитывать детей с ДЦП нужно дома Однако реальную помощь ребенку можно оказать только при условии совместной работы разных специалистов Вот почему семья Гончар решила открыть в нашем городе реабилитационный центр и назвать его Лиза Вся программа обучения будет направлена на коррекцию психомоторного развития и восстановление двигательных функций Теперь пока-пока, давай Пока-пока-пока-пока Пока-пока-пока Умница моя Далее в программе Чтобы занятия в тренажерном зале проходили в комфортном режиме, нужна удобная спортивная форма Как правильно выбрать ее и на какие детали следует обратить внимание Об этом наш следующий сюжет Если 20 век был эпохой революции преобразований, то 21 можно смело назвать эры здоровья Нынче фитнес из популярного направления превратился в стиль жизни И спорт сегодня это не удел профессионалов, а норма жизни для каждого, кто идет в ногу со временем Культ моды и культ спорта идут рука об руку Дети и подростки сегодня подражают своим любимым спортсменам не только по стилю игры, но еще и потому, во что те одеты Одежда для занятий спортом не должна отвлекать вас от полноценной работы над своей физической формой Или обвисать от пота в конце занятий Шорты – отличный выбор для тех спортсменов, которые проводят занятия в высокоинтенсивном режиме Тип физической активности и окружающая среда являются главным фактором, который следует учитывать при выборе одежды Например, если вы занимаетесь коньками или горными лыжами, то спортивная форма, соответственно, должна быть более теплой и комфортной Рукава – очень удобно, руки не мерзнут, занимаешься спортом Специальная юбка, чтобы не поддувала под низ, идет, застегивается Если вы записали в спортивную группу, где нужно растягиваться во время занятий, будь то йога или пилатес То вашим выбором может стать одежда из трейчевого материала, которая не будет сковывать движение тела Распространенной формой у спортсменов является одежда из хлопка Одним из достоинств считается его способность удерживать влагу Но это же является одним из его недостатков Вы будете испытывать дискомфорт мокрой, сковывающей ваши движения одежде В настоящее время созданы специальные синтетические материалы, которые пропускают влагу и позволяют телу дышать Мерил, например, это новейший материал, который дышит очень хорошо Когда пот выделяется, именно пятен вот этих на них не видно, он также тянется, не стесняет, очень хорошо и удобно в нем заниматься Просто некоторые пугаются, вот синтетика, синтетику не хотим использовать Абсолютно неправильное мнение, и эти стереотипы надо менять, поэтому все это новейшие технологии К ним нужно подходить с другой стороны и пользоваться этим Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА